Действительно, проблема обращения с особо опасными, чрезвычайно опасными отходами, она назрела давно. И мы сегодня в целом уже, участники форума, уважаемые спикеры, говорили о том, что в целом в стране сегодня сфера обращения с отходами, эта отрасль начинает играть по-новому в результате того, что за последние 10 лет достаточно много было сделано и в сфере обращения с коммунальными отходами, и был введен Институт региональных операторов по ТКО. Сегодня мы видим, что создаются такой единый координационный центр по обращению с ТКО в виде ППК, публично-правовой компании. И наконец-то мы подошли к решению вопроса по обращению именно с теми отходами, которые, я думаю, никто с этим не будет спорить, наносят наибольший вред, потому что если мы говорим про отходы первого класса опасности, то после них экосистема не восстанавливается вообще. И тот федеральный проект, о котором я буду докладывать сегодня, начало ему было положено еще в конце прошлого года, когда в рамках отдельного поручения президента было поручено госкорпорации Росатом включиться в работу по созданию такой единой государственной системы по обращению с этими отходами. Минприроды России при участии госкорпорации был разработан соответствующий законопроект, сегодня он находится в правительстве Российской Федерации и практически готов к неосеннюю в Государственную Думу для того, чтобы быть вынесенным на рассмотрение в осеннюю сессию этого года. Почему такая проблема? Ну, первое. Мы понимаем, что на сегодняшний момент вот те 350-400 тысяч тонн опасных отходов, которые по году образуются, они на самом деле не учитываются и не нормируются должным образом, потому что по сути та статистическая форма Росприотнадзора и те функции полномочий Росприотнадзора, которые сегодня есть, они не позволяют в полной мере управлять этой системой. То есть они позволяют учитывать, но далеко не всегда этот учет, который носит заявочный характер, позволяет даже объективно оценить объем ежегодно образующих отходов и тем более говорить об уже накопленных. А мы понимаем, что такая ситуация как раз и ведет к постоянному увеличению накопленного экологического вреда, на ликвидацию которого государство впоследствии вынуждено тратить очень значительные и существенные средства. Если посмотреть объемы образования этих отходов в географической привязке, то проанализировав форму 2ТП, мы понимаем, что у нас практически стопроцентный дефицит мощностей по обработке и обезвреживанию. Да, у нас есть предприятия, которые занимаются и имеют лицензии на транспортирование таких отходов, но предприятия, которые бы обезвреживали и утилизировали эти отходы, их практически нет. Поэтому в рамках уже майского указа президента в составе национального проекта, который сегодня утвержден, об этом Андрей Вячеславович и Альбина Вегенина говорили, был разработан отдельный федеральный проект, суть которого заключается в том, чтобы решить две задачи. Первая задача – это как раз построение вот этой комплексной системы управленческой, которая будет позволять в рамках единой государственной информационной системы, о которой мы сегодня можем говорить уже на примере тех электронных моделей, которые существуют в рамках работы с ТКО. Но это более усовершенностная система, которая позволит не только учитывать, но также и управлять физическими потоками, позволит вести договорную работу на базе этой системы и позволит, самое главное, выявлять нарушения, потому что она будет интегрирована с другими уже существующими системами. Также задачей является на базе этой единой системы, государственной информационной системы, утвердить федеральную схему, где будут четко отражены все образователи, источники образования отходов и те конечные пункты обезвреживания и утилизации, куда эти отходы должны попадать. И самое главное, создается федеральный оператор, который при помощи этих инструментов сможет не только управлять системой, но будет отвечать и будет ответственным за полный цикл обращения с такими отходами. От момента их образования до момента их конечной утилизации, обезвреживания, то есть всех этапов, которые проходит, так скажем, жизнь данных отходов. И вторая задача комплексная, которую мы в рамках этого федерального проекта решаем, это, конечно, создание целевой необходимой инфраструктуры. То есть, как мы сказали, 350 тысяч тонн по году первого-второго класса в среднем ежегодно образуется. И используя и опираясь на наилучшие доступные технологии, на мировую, европейскую, западную практику, мы понимаем, что нам потребуется порядка семи, сегодня семь таких заводов, производственно-технических комплексов в рамках федерального проекта заложены к созданию к 2024 году. Здесь мы также еще реализуем отдельное поручение президента по перепрофилированию объектов уничтожения химического оружия. Таким образом, четыре объекта будут созданы на базе объектов уничтожения химического оружия. Это Курганская область, Саратовская область, Республика Удмуртия и Кировская область. Еще три новых площадки будут отобраны в следующем году на базе федеральной схемы. То есть тогда, когда уже будет разработана единая государственная информационная система и утверждена федеральная схема. Таким образом, если говорить про инфраструктуру, базовую, как она будет выглядеть, вот на этом слайде мы видим эти семь объектов. При этом хочу обратить внимание, вот сегодня поднимался вопрос по поводу ППК, что есть региональные операторы, которые переживают за свое будущее. Сразу хочу отметить, что и у производителя в рамках этой системы будет возможность выбора. То есть это не является монополией. Производитель либо перерабатывает свои отходы сам, получая на это соответствующую лицензию, приобретая соответствующее оборудование, формируя соответствующие компетенции, либо передает федеральному оператору. То есть вот этот принцип единого окна позволяет нам те злоупотребления, которые сегодня у недобросовестных участников рынка есть, как раз исключить. И второе, существующие операторы, да, пока на сегодняшний момент в стране мощностей немного, но они есть, поэтому они обязательно в эту федеральную схему будут включены. Сегодня Министерство природных ресурсов разрабатывает соответствующую нормативно-правовую базу, где все сроки по включению в федеральную схему, условия, принципы корректировки будут обязательно учтены. Если говорить про основные вехи данного федерального проекта, то в следующем году будет разработана единая государственная информационная система, утвержден федеральный оператор и утверждена федеральная схема. С 2020 года федеральный оператор должен начать свою работу. Основную инфраструктуру базовую, вот эти 7 производственно-технических комплексов, про которые я говорил, к 2023 году к концу будет перепрофилировано 4 объекта уничтожения химического оружия, еще 3 комплекса, то есть всего получится 7, будут запущены к концу 2024 года. Спасибо. Спасибо.